остановились на перекрестке крутим головы по сторонам и слева у нас в магазин памятников приходишь выбираешь себе там цены О, мичьио, татсу, хо-ко-ри, са-мса, ми фу-ру-е, си-гел-пу-ля-мь, а-су-о-мо, ва-ле-ши-ら-зу, и тю-а-э-р-о-о, тю-ю-то-ки-е-н-дь. Пригорода Ягата и Цубамы. Цубамы. То есть вот это вот получается железнодорожная станция города Цубамы. Угу. 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 Пойдем на станцию, тут дождь. Опять начался гостеприимный японский зонт. Так выглядит вокзал внутри. Сразу слышно детишек. Детишки у них ходят в шапочках ярких всегда. Чтобы видна была экскурсия какая-то или массовый поход детский, они идут в таких вот шапочках. И вот через эти ворота нам сейчас предстоит проходить, когда купим билеты на Шинкансен. Вот написано, видите, зелененькое JR, это Japan Railways, японские железные дороги. И написано, что Шинкансен Гейт. Как показал опыт, покупать в автоматах можно, но не всегда правильно. Потому что если что-то где-то не выбрать, и предполагается, что у вас есть какой-то специальный пропуск, пас дополнительный, который дает скидку на билеты. Как у нас, собственно говоря, и произошло тогда в Токио, когда мы ехали в билеты, мы купили в автоматах. И пришлось доплачивать, бегать, не успели на свой поезд. Сейчас у нас есть время, но несмотря ни на что решили не рисковать и купить все-таки билеты, как положено в кассах, четко объяснив, что нам нужно попасть в Токио. Кстати, смотрите, как оформлен вход на станцию. В классическом японском стиле такие ворота. Вообще, если путешествовать по Японии и делать пересадки на разных станциях, возможно, возникает желание посмотреть город где-то, а вы с багажом, как мы сейчас с чемоданами. В этом случае можно подойти к камере хранения, она есть на любой станции. И для маленького багажа вот такие емкости, 500 йен, обойдется такая. И 600 йен стоит более крупные для больших чемоданов. То есть у нас, грубо говоря, ручная кладь и большие чемоданы. Ну и, естественно, автоматы, автоматы для моментальной фотографии, автоматы с сигаретами. Кстати, наверняка поинтересуются курильщики, сколько стоят сигареты. 480 йен, 510 йен, ну, опять-таки, считаем в долларах. Грубо говоря, по 5 долларов за пачку. Много неизвестных брендов, какие-то Мевиусы, София, Ларк, ну, вот только Винстон где-то пробежал из более-менее известного. И, как всегда, напитки, напитки, японские напитки, это, конечно, на каждом углу, это у них прямо культ. А это горячие и холодные напитки, причем здесь есть очень интересные, например, как вам там какао со вкусом зеленого чая или какао со вкусом клубники. И самое интересное на этой станции это так называемая выставка достижения народного хозяйства, как сказал Михаил. Выставка достижения народного хозяйства Ниегаты. О чем идет речь? О том, что производится здесь, в этом регионе. То есть у нас здесь есть ножи, кстати, почему не таджира? Ну, извините, пожалуйста, не только таджира делают ножи в Ниегате. Ну, значит, еще где-то есть производство. Да, здесь много. Смотрите, вот сейчас, на самом деле, мы смотрим на вещи, которые действительно сделаны в Японии, реально сделаны в Японии, потому что они вот здесь, в этом регионе. Это отвертки, какие-то биты. Вот что надо было покупать, инструменты какие-то есть. Вот это одна из лучших пассатишек. Потому что мы ходили по торговому центру и не могли найти ничего сделанного в Японии. Потому что я бы, например, купил даже уровень какой-нибудь, сделанный в Японии, я бы купил, чтобы он был у меня, что называется, в коллекции. Просто вещь, которую ты привез из Японии, и она сделана в Японии. Столовые приборы, какая-то сувенирная мелочь. А! Да, я прямо прошел тут. Дядечка вышел, и я думаю, пойду-ка я дальше. Да, все-таки таджира здесь, на выставке достижений народного хозяйства присутствует. Идем дальше. Посуда какая-то, утварь. Когда-то японцы, в плохом смысле слова, славились своей всякой утварью, потому что в послевоенные годы поставляли вот всякое такое барахло, в том числе на американский рынок. Кто был победнее, покупал вот всякие японские кастрюли, это считалось все низкопробное. Как, в общем-то, и Китай. Некоторое время назад сейчас тоже начали подтягиваться. А сейчас, сами понимаете, что японское это уже знак качества. Очень много столовых приборов, всякой утварью. Вот такой домашний все. Термос. Ну, как вот термос? Мы смотрели на эти термосы, они были сделаны на дне. Было написано там Таиланд или Малайзия. Ну, может быть, вот какие-то вот эти модели. Какие-то модели надо было смотреть, какие сделаны все-таки в Японии. Ну, и дальше быстро, быстро-быстро бежим. Ну, в основном я смотрю, Нигата славится кухонной утварью, столовыми приборами и инструментами. С сожалению, приходится признать, что виски, нет, не виски, а саке, которая нам больше всего понравилась, в провинции Нейгаты, которая сделана из талой воды, да? Там что-то с талом снегом связано. Самый приятный вкус. Один раз нам удалось купить и больше не видели ни в одном магазине. Сейчас мы уже покидаем этот регион и здесь в последнем магазине, хоть это привокзальный магазинчик, тоже этого нет. В очередной раз и, как выясняется, традиционно для японцев печать, которую можно поставить в знак того, что мы здесь были. Как она ставится-то? А вот, она открывается. Или вот так. Если у вас нет блокнотика, можете взять себе вот такую бумажку. Японцы делают коллекцию из разных мест, где они были. Оставлю я эту бумагу, потому что все равно у меня она потеряется. Может быть, кому-то уже нужно будет напечатанную. Не забываем забирать билетик, иначе потом не выйдем. Кстати, билет из Нейгаты, провинции Нейгаты, до Токио обошелся на 8760 йен. Противоположная сторона. Вот так выглядит Шинкан-сен. Видите, какой заостренный нос у него, скоростной. Естественно, он не разворачивается, а ходит либо в одну, либо в другую сторону, как червяк. Та сторона была в Нейгату, а эта в Токио. Нам нужен вагон без обозначенных мест. К сожалению, на этот раз не было мест. Причем, Карс, как я уже и говорил, это у них вагоны. И с первого по пятый вагон это места, вагоны без специальных мест. Занимаешь, какое хочешь. Стоит чуть дешевле, но можешь сидеть не так комфортно, как хотелось бы. А вот, кстати, и редкий случай, когда можно увидеть мусорку. Понятно, что здесь на перроне это должно быть. Люди же не будут с мусором заходить в вагон. Естественно, все сегментировано на разных тип подходов бумага, банки и пластиков. В комнате ожидания написано waiting room. Видимо, в ней более комфортной температуры. Я сначала думал, что это комната для курильщиков, потому что у них две курильщиков отдельные резервации стеклянные. Но нет, видимо, здесь просто сидят люди, которые хотят, может быть, ветер, может быть, холод какой-то зимой. Там комфортнее. Или в жару, наоборот, с кондиционерами. А вот следующая комната практически такая же по габаритам, но она уже для курильщиков. Написано резервация для тех, кто хочет покурить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok сложный, чем нам сейчас в Токио. Кстати, сейчас мы находимся на Tokyo Station. Это основная станция, на которой происходят все пересадки по городу Токио, по своей сути. То есть, это самая популярная станция. В этот поезд? Не-не-не! Ты сейчас сядешь не в тот поезд! Не торопись! Наш поезд через Пухти полезем! Я, в принципе, нормально лазу на Ленинградском вокзале, чем в пути. Если чемодан подойдите, я полезу. Все, сейчас я иду на другой. Следующий поезд. Блин, это уже другая линия. Не, ну я не хочу на другую линию. Вот, на такая лайн, с десятой платформы. Через 10 минут отправляется такой же поезд. Пошли сюда! Я не понял, почему одна зеленая дорожка, одна красная? Я не понял, почему одна зеленая дорожка, одна красная? Почему нам проехать-то все в одну станцию? Да. То есть мы пришли в бизнес-класс какой-то, да? Ну да. Все равно никого нет. Все равно никого нет, пришли в бизнес-класс. Не успел вовремя включить камеру, чтобы заснять момент, как нас выгоняли из позоров из бизнес-класса. И теперь поедем с простолюдинами по обычным метро. В бизнес-классе нам удалось посидеть буквально пять минут. Давайте почувствуй себя олигархом. А это, друзья, очередь в лифт. Люди загружаются порциями. Мы в этой порции не участвуем. Так, а вот и наш отель. Это будет пять дней в Токио в отеле Shinagawa Prince Hotel. Отель выбрал через Booking.com только потому, что находился рядом с станцией. То есть хорошая транспортная развязка, которую хвалили в отзывах. Это четыре звезды. Посмотрим, какие четыре звезды в Японии. Причем это практически центр Токио. Отель очень большой, своя инфраструктура, куча магазинов. Все это потом можно изучить вечером, приятно изучить. А сейчас хотелось бы уже немножко расслабиться, хотя бы на пару часов, потому, что вечером нас ждет вечерний Токио. Похоже, очередь на чекин больше, чем на регистрацию в аэропорту. Отель большой, да. Ну ладно, будем надеяться, что есть и свои плюсы. Много этажей, надеемся, что у нас будет этаж повыше, для того, чтобы снять какой-то вид. Причем, друзья, это 10 стоит. Очередь стоит на 10 служащих в отеле. Сколько они здесь, 15 евро или 20 на человека? Ну там дороговато завтраки, смысл туманный. Есть смысл завтракать где-нибудь вокруг и все время в разных местах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока мы регистрируемся, ребята, очередь закончилась, про которую я вам рассказывал. Просто не осталось ни одного человека. Итак, 27 этаж. Посмотрим, друзья, какой номер на 27 этаже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, мы стоим в лифте, 23 этаж у нас на 27-х, но там не надо. Да, 24-й называется. Там парикол выше. Нас кто-то вызвал. Нет, нет, нет. Мы проехали 28-й. Какой тот лифт? Ну, пожалуйста, 36-й этаж. Давай выйдем. Вот, от 17-го по 28-й красный лифт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие еще пересадки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, тут еще какие-то пересадки на лифтах. Как попасть на 27-й этаж? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, 27-й этаж. Оказывается, надо было сюда приложить карточку. В принципе, логично, что надо приложить карточку, для того, чтобы попасть в жилую зону. Но мы не подозревали, что на некоторые этажи надо прикладывать, а на некоторые нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, с первых метров понимаешь, что номер маленький. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Начинаем прямо с прихожей, так называемый. Здесь, безусловно, чайник. Термопод, который постоянно подогревает. Какие-то стаканы, чай. Санузел я даже знаю, какой. Я не сомневаюсь, что в санузле будет пульт управления полетами. Это просто везде, даже на вокзале, в туалете такой санузел. Фен. Большое количество разных аксессуаров. Зубные щетки. Вот что меня умиляет, что в Японии везде зубные щетки во всех отелях. Ванна. Две раздельные кровати. К сожалению, других не было. Можно было взять номер с одной общей кроватью, но это был номер для курящих. Поэтому решили, пусть будут две раздельные. Как всегда, девайс, ионизатор и очиститель воздуха тоже во всех отелях у них находится. Телевизор, столик для любителей помонтировать видео в дороге. И вид. Трудно назвать этот вид элитным, потому что железнодорожные пути все-таки немного разбавляют картину. Но, тем не менее, у нас есть панорама на Токио. И, в общем-то, видим даже горизонт. Небоскребы и деловой центр вокруг станции Синагава. Как-то так, располагаемся в номере и, немножко отдохнув, отправляемся в город. Тем более, у нас есть для вас сюрприз. Как сказали на ресепшене, пароль можно посмотреть на телевизоре. Действительно, включили телевизор, сразу там пароль. Скорость, хорошая скорость на прием, 50 мегабит и 15 мегабит на отдачу. Такой вид из нашего номера вечером. Еще не поздно, но уже стемнело. Времени без одной минуты шесть. И мы выходим из номера для того, чтобы посмотреть на ночной Токио. Но самое интересное нас ждет впереди. Пока подписчики из Японии собираются с нами встретиться, один из подписчиков из США не поленился и прилетел к нам навстречу в Токио. Сейчас увидимся на ресепшене. Попоздали чуть-чуть, ясно. Мы говорили, что здесь высепшен. Высепшен настолько большой, что надо еще здесь найти. Особенно люди, которые никогда не видят. Красава, Вика, все узнало. Здравствуйте. Ничего, что мы снимаем. Наконец-то познакомились. Здравствуйте. Ирина. Очень приятно. Я снимаю. Очень приятно вас видеть. Мы еще в Америке. Взаимно. Вперед. Пойдем в метро тогда? Перед тем, как попасть в метро, нужно сначала найти место, где продаются билеты в метро. Вот, судя по очереди, вот они, судя по всему, и есть. Это не то. Это все не то. Нам нужно метро. Это GR. Поэтому я сказал, может быть, синий? Синий тоже? А, это же концерт синий. Мы вообще находимся в кассах поездов пригородных. Пошли искать метро. Это не те кассы. Так, переходим на английский актер. Сто семьдесят. Потому что нам надо за сто семьдесят евро добраться до Шибуи. Вон там. Убираем троих. Вот они. Видишь, поставляли? Один, два, три. Три. Двоих. А, у тебя же есть карточка. Двоих. Четыре сто пятьдесят будет сдача. Отлично. Монетки высыпались. Денежки. И маленький билетик. Да, и маленький билетик. Самый главный. И два. Вот они. Два билета по сто семьдесят. А это наш чек. Потому что мы выбрали, что нам нужен чек. Кстати, он реально не нужен. Нужны только две билетика. Все, идем в метро. Три. Так. Нам нужно на зеленую ветку. Шибует. Называется Яманоты. Лайн. Линия Яманоты. Токио, Уена и... Нет, нам, наверное... Это в другую сторону. Токио и Уена. Все-таки, наверное, надо было налево. Я думаю, что да. А я не уверен. Все, встаем в очередь. Сюда? Окей. Да, да, да. Нужно обязательно вставать в очередь. Вот это люди, которые не влезли в путь. Так получается, что нужно отстоять вдвое и только после этого зайти. На нашей станции Синагао выходит очень много людей. Потому что это стратегически важная станция. Это Хаб. И... Давно меня тут не прессовали. Как в лекийском метро. От души нас мы прессовали в вагоне метро. Давненько не было такой давки. Я хоть и... Не особенно-то брезгую метро и людей. Все понятно, конец рабочего дня. Но у японцев степень утрамбовки гораздо выше, чем в московском метро. А вот теперь можно не забирать. Я думаю, что пойдем туда. Народ идет туда, значит туда. Друзья, это самый известный перекресток в Японии, в городе Токио. Да и, похоже, в мире тоже. Находится в районе станции Шибуэ, куда мы приехали. И его необычность заключается в том, что одновременно по нему переходит очень много людей. И посмотрите, сейчас все эти потоки пойдут, они будут пересекаться, и все это происходит по всем возможным направлениям, в том числе по диагонали. Вот сейчас я помолчу, просто подниму камеру повыше. Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ